Рекордная по количеству участников с начала этого года дорожная авария произошла сегодня утром в окрестностях Екатеринбурга. В массовом столкновении на Серовском тракте сошлись более двух десятков автомобилей. В уже разбитые машины врезались все новые и новые автомобилисты. Местом дорожного побоища стал 14-й километр автодороги Екатеринбург-Серов, обратное направление. А вы в каком ряду? В среднем? В среднем шоу. Вошел посерединке, скорость небольшая, но я увижу, что замотало, закрутило и на улице даже не смотрит. Машина перед вами вертела уже? Нет, машина за мной завертела, меня повернуло. Вернее удар, машина развернула и еще спири решетов. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что до ТП попало 7 автомобилей. Буквально через 30 минут произошло второе ДТП с участием 14 автомобилей. Как сообщили в дорожной инспекции, косвенной причиной одновременной потери водителями контроля стал кратковременный снежный заряд. В половине десятого утра движение на Серовском тракте было рабочее. Машины двигались в три ряда и вдруг началась метель. Видимость плохая была. Ну как, снег шел. Мело очень сильно. Проезжая часть, в принципе, как? Ну из-за чего всех крутить-то на чего? А? Из-за чего всех крутить на чего? Ну, первое не знаю, тут уже до нас было. А Субару вот не соблюдало скоростной режим явно. Надо было тут медленнее ехать. То бишь, в принципе, можно было и избежать, да, если бы участники соблюдали. Мы-то бы проехали и избежали. Мы-то бы избежали, если бы нас не влетело. По словам автомобилистов, до начала скоротечного снегопада, продолжавшегося всего 15 минут, дорога была чистой. Так что в этом случае грешить на эксплуатационной службе повода не было. Дорога чище, наверное. А как, что могло послужить за причиной такого масла? Я не знаю, я не знаю. В общем-то, с шипами на такой дороге, если не гнать, управляемое все. Я не знаю, я просто... Кто-то превысил скорость, кто-то растерялся, кто-то что-то. Вот я получил два удара. На место массовой аварии МЧС скомандировали три пожарные машины, мобильный пункт обогрева пострадавших с горячим чаем, штабной автомобиль и КАМАЗ-вездеход, чтобы вытаскивать машины, вылетевшие с дороги в кювет. Но в какой-то момент вытаскивать пришлось уже и сам КАМАЗ. По данным ГАИ, из десятков человек, оказавшихся в разбитых машинах, медицинская помощь потребовалась только одному пострадавшему. Во всяком случае, на месте ДТП. В ГАИ не исключают, что кто-то из раненых мог быть доставлен в больнице попутками или обратиться позже по месту жительства. На время ликвидации последствий аварии на въезде в Екатеринбург возникла большая автомобильная пробка. Инспекторам пришлось регулировать проезд между побитых машин. Машины вообще много нахлестал, штук, наверное, 30, если не больше. Есть и сильно, которые размотались. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим. Продолжение следует...